Книга «Открытым оком» тема «Русский язык» том 6 вопрос 1527. Христианство на Руси отметило свое тысячелетие, а Библию на русский язык перевели всего лишь в 1876 году. И при том столько было препятствий этому со стороны церковников. И даже когда перевели и утвердили синодом этот так называемый синодальный перевод, по сию пору не разрешают библейские тексты читать по-русски в православных храмах. Если еще где на земле, чтобы так люто ненавидели церковники Библию, не дозволяли понимать ее в храмах молящимся, «Мы получили веру из Греции. Там-то хотя бы лучше дело обстоит. И почему они нашим не подсказали, чтобы русские на понятном языке вели богослужение?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почему же они не хотели знать Библию? Только потому, что Библия обличает всех архиереев и попов и их веру. Против Библии на родном языке воевали не только у нас в России, уничтожая новые переводы Библии, как у профессора Павского, но и в самой Греции. Эта страница нам известна ли? Первый раз им перевели на понятный живой греческий язык только в 1630 году. Этот великий труд был окончен Максимом Калиполитом, греческим монахом из города Калиполь. Покровительствовал монаху патриарх Константинопольский Кирилл Лукарис, желавший оживить церковь, застывшую в кошмаре о предоверии и предрассудках, и в невежестве. Но даже у патриарха было много противников среди архиереев. Патриарха задушили, как изменившего самому православию, не меньше того, но спустя 34 года Синод постановил. Священное Писание должны читать не все, кому заблагорассудится, а лишь те, кто проницает в глубины духа, проделав необходимые исследования. То есть не народ может читать, а только попы с архиереями и при том только очень образованные. В 1703 году нашелся еще один энтузиаст, греческий монах Серафим. Он написал в прологе всю свою печаль, что, цитата, «каждому доброму христианину необходимо читать Библию». И он упрекал архиереев в, цитата, «желании скрыть свое недостойное поведение, держа людей в неведении». Серафима арестовали, в России уже, и он так и умер в далекой Сибири в 1735 году за верность Библии. В 1836 году Константинопольский патриархат приказал в своем указе сжечь все переводы Библии на понятном греческом языке. Но опять появился человек мужественный и очень грамотный, неофит, вам, вас, прекрасный лингвист, библеист, понявший, что в темноте народа и в его в абсолютной безграмотности духовной виновна только православная церковь. Полный перевод Библии был опубликован в 1850 году. В этом ему не помогла православная церковь, а помогло только британское библейское общество. Священство же выступило дружно против этого перевода. В 1833 году православный епископ острова Крита предал сожжению найденные им новые заветы. Найденные книги безжалостно уничтожались лютыми врагами в церкви. Настроенные против перевода Паллиса студенты, изучавшие богословие, взбунтовались. Во время смуты было убито 8 человек и правительству пришлось уйти в отставку в 1901 году. Запрет на использование Библии на родном языке у греков был отменен только в 1924 году. Продолжение следует...